Приветствую вас. Вы, наверное, слышали, что Владимир Путин выступал с прямой речью, отвечал на вопросы, общался с Народным Россией. Ну, конечно, задали, задали бредный вопрос о санкциях. Тем более, я так понимаю, это с подачи самого Путина, потому что вопрос все-таки обсуждается. Сложный вопрос. Так что, действительно, можно посочувствовать Владимиру Путину. Ответить на этот вопрос очень сложно. По этой причине он постарался на него так ответить, чтобы максимально перекрутить цифры, факты, сообщения. Ну, надо же было как-то ответить. Так что, судите, его надо поверить. Выкрутился. Молодец. А теперь давайте серьезно поговорим по поводу того, что сказал Владимир Путин по поводу вопроса о санкциях. Во-первых, он сказал, ну, вот видите, Китая, Крыма нет, а у него тоже проблемы с тарифами. Кстати, Владимир Владимирович, тарифы на экспортный импорт существуют и в России, на всяком случае. Да, существуют. И то обстоятельство, что на сегодняшний момент Китай из США ругается по поводу размера тарифов, это обычный бизнес процесс. Самый обычный. Рано или поздно они найдут компромисс, договорятся, что-то меньше, что-то увеличат, но это решится. Ну, может даже в этом году. А снять санкции с России можно только после возврата Крыма. Я происходно понимаю, что Владимир Путин, да, не только Владимир Путин, ни один президент России Крым вернуть не может. Он понимает, что это ошибка, но исправить не нужно. Санкции будут. Будут появляться новые санкции. Понимаете, какая ситуация? В сегодняшний момент ни США, ни Европе не надо ничего доказывать. Достаточно сказать, Крым. Вводить новый санкции. И придумываются различные причины. Не было бы Крыма, санкций не было. Ну, а теперь самое интересное. Ну, понятное дело, нет, тут действительно Владимир Путин очень правильно сделал, потому что, если бы он сказал, что это нет, санкции, это успех, он должен был сказать, что они принесли убытки. В России за эти годы, непонятно за какие, недополучило около 50 миллиардов долларов. Европа недополучила 240 миллиардов. США 17 миллиардов, в Японии 27 миллиардов. Ну, я так понимаю, это цифры взяты с потолка. Ничего личного. Вот смотрите, чтобы правильно понять, санкции не касаются внешней торговли. Вы такое знали? Нет. Ну, единственное, что там есть запрет, это на поставки оружия. Ну, бог свидетель. Я далеко от мысли, что Евросоюз на 240 миллиардов поставлял в Россию оружие. Не поверю. Не поверю. Не, я помню, французские корабли, Франция строила корабли и так далее. Это все было. Но, 240 миллиардов, ну, ребят. Если вы помните, Россия ввела, не Евросоюз, Россия ввела санкции, ну, хамон, яблоки с Польши, помните. Но, опять же, даже если посчитать все продукты, которые поставлялись в Россию из Евросоюза, 240 миллиардов не было. Технологии. Да, есть санкции на поставку технологий для добычи полезных ископаемых, полезных ископаемых в Арктической. Но это не Евросоюз, это США. В США, когда здесь говорят, недополучило 17 миллиардов, ну, то есть не могла продать в Россию оборудованность 17 миллиардов. Ну, в таком варианте можно. Еще раз всем напоминаю. Санкции, которые были введены против России за оккупацию Крыма, касаются рынка капитала. Что это означает? Это означает, что американские, европейские, японские инвесторы не имеют права давать вдох государственным банкам, ну, практически всем, и государственным госмонополям. И не имеют права покупать их корпоративно-блядцы. Вот и все. Вот и все. В торговле запретов нет. Нефть, пожалуйста. Машины, пожалуйста. Ну, вот, вы как сами понимаете, что на сегодняшний момент и, как раньше, так и сейчас, Евросоюз покупает газ, нефть. Газ, нефть. Никаких санкций там нет. При этом и США, и Евросоюз продают Россию продукцию машинства. Даже те автомобили, которые собираются в России, комплектующие Евросоюз. Поэтому причинение 240 миллиардов, это что-то такое аморг. Ну, цифра красивая. Может, тут немножко наоборот. Россия потеряла 240 миллиардов, а Евросоюз 50. Это более логично. Что касается, ну, тут дальше. Путин сказал, что в результате люди под Челябинск... Все это отразилось на рабочих местах в этих странах. Это неправда. На сегодняшний момент уровень безработицы в США самый низкий за последние чуть ли не 50 лет. 3,6%. Это очень низкий. Между прочим, США сейчас пытаются поднять заработки. Неужели, это очень низкий. Евросоюз тоже безработица падает. Как же, какие рабочие места? Не, я понимаю, что сказать правду сложно. Я понимаю, что сказать, к примеру, что экономика России потеряла из-за санкций стыдно. Я понимаю. А как минимум 3,50. А может быть 4%. Понятно, раз. За первый квартал развивай России был бы не полпроцент, а как минимум полтора процента. Вот санкции. Поняли? Ну, а дальше, конечно, в принципе, правильно, как бы Путин решил запудрить всем голову. По этой причине он сказал, что вот 667 миллиардов рублей было инвестировано в высокотехнологичные сектора экономики. Я посмотрел на Росстатие, нет такой цифры. Скорее всего, он хотел сказать, что 667 миллиардов рублей было капитально инвестиций в всю экономику. Ну, в принципе, за прошедший год, да, где-то, ну, там, так можно сказать. Но это невысокие технологии. Это просто, да. Не, ну, действительно, чемпионат мира, это довольно большие инвестиции. Спорить не буду. Вот чемпионат, строительство объектов для чемпионата мира по футболу, да, это есть. Но это невысокие. Ну, и под конец, ну, это уже, что вам скажу. В 2010 году я написал первую статью, которая сказала, будущее экономики Украины и, в том числе, России, это аграрный сектор. Причем даже был момент, когда мою статью перепечатали даже коммерсанты. Да, в 2010 году. А теперь говорим, ну, что сказал Путин. Он говорит, если бы 10 лет назад кто-то сказал, что будем экспортировать, имеется в виду Россия, экспортировать сельхозпродукции, сельхозпродукции, не продуктов питания, сельхозпродукции, на 25,7 миллиардов мы бы рассмеялись ему в лицо. Нет, ничего подобного. 5 лет назад говорил, да, такое будет. Мало того. Владимир Владимирович, хочу вам обрадовать. Согласно прогнозам Министерства экономики и развития, в 2024 году Россия будет экспортировать 35 миллиардов долларов за счет экспортированной продукции. Это больше, чем экспорт всего машиностроения России. Да. Ну, вообще, по большому счету, вы сами понимаете, экспорт России держится нефть, газ. Увеличение экспорта зерна, а сельхозпродукции, это просто пшеница, действительно дает шанс России в случае проблемы на рынке нефтепродуктов компенсировать этот, действительно, за счет экспорта в жилье. Так что тут все четко. Правильно. Правильно двигайтесь. Правильно. Россия должна покупать за границей продукцию машиностроения. Евросоюз, США, Япония, вон они покупают. Ну, и Китай, естественно. Россия должна поставлять в Китай, Евросоюз, Японию, сырье, нефть, газ, пшеницу. Все верно. Вот это есть станции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова